здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор буквально сегодня утром я зашла на youtube и увидела на канале ксении собчак новое интервью с дианой анкудиновой обязательно посмотрите кто это такая если вы еще не знакомы с ее голосом с ее вокальными данными вы просто много потеряли обязательно послушайте посмотрите как она исполняет в общем я вам очень это рекомендую но все-таки дифферамбы здесь я петь не буду сегодня потому что посмотрев это интервью я увидела что оказывается та певица которую я так а ваш голос которой я просто слушаю когда мне надо восполнить вообще мое душевное внутреннее состояние до чтобы наполниться позитивом оказывается она действует вообще все против себя вот вот просто все шаги против себя я вам назову 10 шагов как зарыть свой талант в землю вот она нам сегодня в этом интервью эти шаги показала давайте это посмотрим кроме того мы разберемся в знаете у нее по сигналам тела очень интересные такие наблюдения а дело в том что она все иллюстрирует ступнями и мы с вами прям ее настроение прочувствуем через ее ступни вообще вот если вы общаетесь с кем-то тон наблюдайте за ступнями собеседника в каком направлении его ступни направлены это значит что его интерес в этом направлении но это не все давайте сейчас начнем да и в конце я еще не буду немножко загляну к ней в космограмму и мы там тоже кое-что наруем да так что разбор сегодня будет очень содержательный не переключайтесь что называется в общем давайте смотреть первый фрагмент подсуетил дробыш предлагал тоже были предложения не буду раскрывать какие и так первый сигнал это пинок когда человеку что-то не нравится очень много он пинает допинает отталкивает это первое дальше город говорила ему уже спасибо еще раз скажу всегда буду это говорить но этот момент это прям очень сильно пинает ногой поджимает ступню иди и проворачивать немножко против часовой стрелки время как бы вспять хочет вернуть ногой немножко упирается вот давайте сейчас в замедленной съемки пинает и а видите и вот и немножко против часовой стрелки и ногой до ступенька в моей жизни который вот смотрите ногой как бы упирается значит дробыши ей предложил условия которые она сразу отмела да то есть она в общем ей они не подошли а что касается крутого который подарил ей квартиру здесь смотрите как много и пинок и вот назад и держит оборону ступней значит первое пинок ей не подошло второе значит смотрите ступней человек может либо по часовой стрелке либо против часовой у меня камера зеркалит поэтому не обращайте внимание в какую сторону я кручу просто относительно себя оценивайте а так вот если человек крутит ногой по часовой стрелке он как бы знаете направляет свои мысли в будущее значит то о чем он говорит имеет место в его будущем ему мечтах он хочет с этим продолжать да если же наоборот то он либо обращается в прошлое либо он как бы говорит о том что уже у него в прошлом да и оборона ногой это как бы отгораживание до пинок отгораживания и в прошлое да то есть это все дело прошлое и так далее то есть она его уже полностью вот отмела закопала и поставила туда что-то укрепляющее чтоб не вывез на что называется дала мне очень много возможно что там пытались торговаться я не в курсе я не пыталась а это вообще речь идет сейчас о контракте который предложил ей крутой который ей подарил квартиру там ну ладно это их разговоры да но смотрите по поводу контракта это просто эти картина маслом так как представить я не знаю но опять пинаю ногой и видите и держу оборону застыла она просто замедленная каждый день я ожидала что меня будут бить да и что касается крутого здесь я сразу вам ну вот по поводу того что она сказала я даже не читала да я даже не знаю о чем там речь ну в общем вот так вот я приняла такое решение я просто но что могу сказать она полностью доверяет своей маме она настолько ей доверяет что просто не загружает свою голову вообще просто забывает о том что ее жизнь это все таки ее жизнь и вот это вот конечно же инфантильность высшей степени ну понятно они с мамой в хороших отношениях как бы да но тем не менее давайте наблюдать внимательно за поведением обеих да я вам покажу их хорошие отношения но тем не менее все таки понимаете человек взрослый да да я понимаю что у нее много детских травм и все такое но просто так взяла и отмела все контракты потому что видите ли мама ну как то вот так что то ей не понравилось да ну да там какие-то условия там 8 лет это действительно пугает в молодом возрасте но вот так полностью даже не не пошла на диалог то есть мы видим что полностью положилась на маму и мама всем рулит надо а дальше вот тут конечно очень трагичная страшная история как она описывает вот про свое детство до трех лет это просто вообще чудовищно будет вот этот вот ужас это она вспоминает про детство тоже внула и спрятала ногу то есть прячет ногу когда прячется да когда страшно пинает отталкивает я работаю с брендоном стоуном очень хорошо бок о бок часто пишу сама стала выпускать свои знаете меня здесь насторожило я честно говоря не знаю кто это такой да этот брендон стоун вроде имя прикольно да я думала что это какой-то западный певец там или продюсер или там ну какой-то вот более известный человек но просто в более узких кругах ну я я его не знаю но это же не значит что он неизвестный но то что она пнула ногой насторожила меня потому что пинает ногой ну вот когда описывает человека то это значит он говорит о неровне своей да вот то есть он отталкивает от себя вот этого человека бессознательно да он она может быть к нему хорошо относится но все таки она не считает его своей ровней и поэтому я загуглила кто это такой вы знаете никто вот нет но я по конечно с уважением отношусь к любым творческим людям но знаете я ожидала конечно большего но это все равно что шер начнет не знаю дружбу с кем-то там не знаю кто выступает в обычных дека да вот такой примерно уровень но я вообще просто в шоке и конечно же здесь ее сигнал тело выдает и ее оценку этой ситуации ведь бессознательно она все понимает даже может быть и сознательно просто тут есть причины почему она этого не озвучивает понимаете вот пинает вот он да сзади меня брендан стоу загуглите в общем я посмотрела песни которые тоже нравится людям я посмотрела мне меня совершенно не впечатлил ну может быть это мое субъективное мнение может быть вы со мной поспорите и напишите мне в комментариях что светлана ты ничего не разбираешься в музыке да и вообще но это мое опять-таки субъективное мнение идем дальше следующий фрагмент то есть мы уже с вами а по поводу этого бренда на стоуна это второй момент который позволяет человеку вот в данном случае диане полностью зарыть свой талант вот связывайся с теми кто вот действительно вот такой уровень известности ну да по дык поездишь ну вот примерно так я не знаю вообще вот знаете такое ощущение что она вредит сама себе вот с таким талантищем она делает все против себя и вот это вот дружба с этим бренданом стоуном что она в нем нашла это вообще просто от ас да но это опять мое субъективное мнение но тем не менее это пункт номер 2 до дружи со всеми такими вот нет дружить можно со всеми но вот эти вот творческие дуэты создавать с такими как бы совсем не то вот ей бы с шер там не знаю вот западными звездами она бы просто за блестела вот вот реально нет такой голосище да давайте дальше сейчас вам покажу как по часовой стрелке и про кого она говорит по часовой стрелке данная так понимаешь это первая квартира которая вот сама ты заработала на нее своим талантом да это первая квартира на которую мы с мамой заработали своим талантом это та мечта которая конечно с детства у меня всегда был видите крутит теперь по часовой стрелке речь о маме мама со мной будет всегда и не забывайте об этом да в будущее я смотрю вот именно с мамой поэтому пожалуйста не забывайте про маму это неотделимый элемент и значит что третье это отдавать лавры тому кто рядом да безусловно надо ценить тех кто рядом но зачем вот так полностью вот все отдавать вот все за ну по сути она сейчас сказала это в общем то без мамы я бы не ну хотя в принципе в ее жизненной ситуации может быть она бы не состоялась если бы они не встретились и она не забрала бы ее из детского дома но тем не менее сейчас вот прям она акцентирует на том что я с мамой и у меня вот и вот ногой подтвердила что я с мамой планирую и дальше находиться да действительно вот для того чтобы зарыть свой талант в землю вот с мамой самое место с мамой тепло уютно какая там зона комфорта ребята зона конфу комфорта зачем мне поднимать попу что-то делать если мама рядом с мамой но заработали все таки твоим там ну хорошо ксения хоть немножко остудила этот пыл потому что конечно же здесь талант дианы в первую очередь они вовсе не мамы да но мама конечно внесла свою лепту и честь и и хвала и вообще в принципе она сделала очень хорошее дело взяла ребенка из детдома дала и прекрасное образование и все такое но вот это вот связь вот это прям настораживает меня а дальше ну теперь давайте смотреть еще ну мы решили ее ступни разбирать да и вот на ее ступнях будем дальше учиться вот все элементы которые мы можем в беседах с людьми увидеть да вот касаемо ступней мы с вами здесь и увидим давайте смотреть дайте нам forward довольно рано поняла что ты талантливо уже нам тебя далее это поняла моя мама то есть это все говорилось маме не мне в лицо вот а мама мне уже потом начала это говорить и оказывает видите как она ногой укладывает аргументы вот смотрите аргументы вот маме сказали мама то ма мастер мне неважно мама не мама а вот смотрите как она кирпичики ногой выкладывает аргументы это очень показательно нога иллюстрирует ее речь это такой прекрасный иллюстратор вообще в принципе прежде чем разбирать человека про наблюдайте как он жестикулирует какие он использует вот кто-то ногой кто-то рукой кто-то этом волосы поправлю то есть у каждого свои жесты которым он привык и которыми он иллюстрирует свою речь и в данном случае вот прям ступней она очень четенько все нам демонстрировала до уехали потому что я была слишком талантливой для дальнего востока да но здесь 4 конечно пункта но скажем так не совсем это про зарывание таланта в землю но вот прям такая щенячья благодарность к маме да вот прям вот прям везде вот по каждой фразе она упоминает маму и в общем то здесь честно скажу вот я я понимаю я понимаю здесь было очень хорошее добро со стороны этой женщины большое ей спасибо за то что она действительно помогла вот диане расцвести показать свой талант но вот это вот дальше дальше они сейчас у тупика понимаете здесь либо они останутся в этой идиллии либо диана будет действительно развиваться потому что сейчас они вот наслаждаются обществом друг друга и все но там еще тоже где собака порылась я вам еще покажу но вот это вот прям щеня чего-то мама это вот все все для нее это конечно очень сильно в плане карьеры и и замедляет должна сказать теперь дальше следующий фрагмент а вот эти первые годы жизни ты что-то помнишь об этом помню это были тяжелые времена в плане это включала в себя побои включала в себя голодание голод очень долгое время и вообще в принципе первые годы жизни я думаю все что я ела это сильно смотрите ступню прижимает то есть и тяжело об этом говорить но видно что она как бы абстрагируется да на эмоции минимально показывает она просто проговаривает да потому что и реально это больно вспоминать кроме того возможно она себя винить но здесь вообще честно говоря вот ей бы пойти к психологу и нормально поработать потому что ну вот есть есть много моментов которые там надо прорабатывать и самое главное сейчас давайте смотреть тут видите как прячет прячет ногу прижимает ногу то есть она она боится этого понимаете вот вот прячет боится страх много страха в ней много и конечно я помню как меня били головой об стенку я помню как меня топили в ванной я помню как какие-то неизвестные люди устраивали в этой оборванной квартирке какие-то свои автопати я не знаю вечеринки по сей день я помню мой сон который длился до 13 лет точно я все время видела почти каждую ночь глаза биологички и для меня это было прям вот прям картинка которая никогда в жизни не забуду ну вы поняли биологичка это ее биологическая мать и как вы видите действительно она ненавидит прошлое ненавидит биологическую мать боится прошлого боится всего что с этим связано и так цепко держится за маму за ну вот за приемную маму и здесь передо мной действительно очень травмированный человек но понимаете тут фишка в том что это талантливый человек и она руководствуется в первую очередь страхом при выборе решения она руководствуется страхом она бежит от прошлого вот я сейчас комфортно и она боится это нарушить поэтому для того чтобы ей дальше развиваться ей надо проработать эти травмы у нее там ну естественно это после такого детства у каждого человека будет травмированная душа и все такое ей надо поработать всех с психологом очень хорошо поработать потому что вот это вот ненависть к прошлому да безусловно там есть что ненавидеть но это мешает ей жить это тот груз который она на себе сейчас несет да и к сожалению она не может с этим грузом дальше идти ей очень тяжело понимаете и поэтому она так цепляется за эту маму и все такое да поэтому это пятый момент то что психологически конечно там есть над чем работать это все видно наружу и она очень сильно блокирует блокирует ее развитие да как творческой личности дальше хочу сказать еще один момент который вот очень важен давайте смотреть просто дианан кудинова очень много опирается на чужое мнение часто и смотрите говорит о себе в третьем лице а потом переходит на обычное да вот о себе то есть смотрите получается говорит о себе в третьем лице это обычно делают дети до трех лет да но это признак вот если человек в возрослом состоянии во взрослом возрасте говорит о себе в третьем лице это значит что либо инфантильность либо нарциссизм да но здесь конечно же это инфантильность и но при этом я замечаю что в последнее время моему зрителю очень нравится именно то что нравится мне и наверное наверное я так думаю что нужно двигаться больше по своим чувствам они потому что говорят другие если я плюю так скажем на мнение зрителя и выпускаю песню которая нравится мне то я не всегда угадывают то есть я не всегда знаю что она правда понравится не только что говорила что если я выпускаю то что нравится мне то зрителю тоже понравится а потом если я плюю на них и выпускаю то что мне нравится это не обязательно попадет ну то есть сама себе противоречит и для нее ну в принципе здесь понятно что что человек творческий да он должен попасть в ожидании своей аудитории чтобы это залетело да но она слишком зависимо от сама от оценки окружающих это признак нестабильной самооценки понимаете человек с нестабильной самооценкой он всегда будет расстраиваться если что-то не получилось он всегда будет радоваться когда что-то что-то получилось и это будет мешать его продвижению понимаете человек с стабильной самооценкой он прекрасно знает свой путь да он знает что ему делать да безусловно он делает выводы из за там обратной связи но для него это не не стимул свернуть с его пути он четко знает свою дорогу он четко знает свои возможности а здесь получается я сама не знаю чего я хочу мне надо делать то что ждет от меня аудитория или делать то что мне нравится или я сама не знаю в общем любом случае что скажет мама то есть в данном случае мы обнаружили первое это инфантильность то что она о себе вот в третьем лице в некоторых случаях да говорит а и ну там во многих вещах вот эта инфантильность проглядывается да ну вот значит инфантильность и это у нас шестой пункт и седьмой это нестабильная самооценка то есть надо работать с самооценкой ей очень важно это ну вот проработать дальше следующий фрагмент но давайте посмотрим теперь на маму да то есть здесь мы видим полное обожание растворение в маме какая там сепарация да девочка девочка да но давайте на маму посмотрим действительно ли все вот так вот и дели идиллия такая и со стороны мамы и там действительно обожание или или там какой-то расчет давайте смотреть у меня как бы профессии медсестра по массаже работал в санатории понятно вокруг детей очень много всяких у нас было дедомовских детей с приютов повсюду и с обычным видите расширяется как раз на том что говорит что детей там было много а ну то есть вы выбор был хороший но ладно и смотрите по поводу дианы отклоняется челюсть вперед губы облизывает о чем это говорит на но что-то не нравится да но такие дети как диана подались смотрите презрение челюсть сторону и таком можно сказать не очень хорошем состоянии ребенок плакал все время все время какая-то история то есть обезличивание ребенок плакал не диана не дианочка там не ну там не знаю никакой печали на лице да то есть ну как то хотя в принципе да может быть она сейчас не хочет это вспоминать но четко прослеживаются с эмоции осуждения осуждения да безусловно по поводу той семьи из которой ее забрали до диана девочку действительно травмировали и здесь в общем то можно объяснить да ну и и вот эти эмоции это осуждение в сторону той семьи и обратите внимание как у дианы тоже идет и осуждение и злость и страх то есть вот вот это все у них ну вот такая общая тема которую они явно обсужда ну не знаю обсуждают или нет но у них одно мнение на этот счет что та семья очень плохая и ну как бы надо от них подальше но фишка в том что пока она эту ситуацию не проработает она не сможет нормально ну вот как я уже сказала она тащит на себе этот груз и обид и страхов и всего остального в новую жизнь а это как известно очень тяжело и самое обидное что я не почувствовала никакой нежности да вот когда она описывала ту ситуацию когда они встретились да как она выбрала именно этого ребенка да безусловно там много детей они все подбегают начинают тебя называть мамой я однажды была в детском доме и я больше я просто боюсь ходить потому что я потом плакала это невозможно это просто страшно да я просто привозила им подарки и знаете лучше деньгами помогать или просто если у вас нервная система очень такая вот лучше не надо потому что это это действительно очень тяжело когда дети нуждаются в любви ты не можешь всех их полюбить ты не можешь а потом ты все равно уйдешь ты все равно их оставишь и потом да не хорошая наверно было там детстве совсем маленьком да ну то есть мне все-таки не хватило здесь душевности не хватило здесь тепла в отношении дианы а я увидела осуждение в сторону а семьи да значит эмоции где они минимальны говорит о выборе детей вместо эмоционального описания ребенок назвала обезличена диана заслуживает ее любовь а мама благодетель то есть вот вот она картина для того чтобы диана получилась отличница да то есть она делает хорошие получает плюшку делает плохое мама недовольна мама единственная единственный свет в оконце который ну просто бог для нее да и вот ну да я безусловно понимаю что мама может быть в душе очень хорошая и она действительно она сделала очень хорошее дело но сейчас она немножечко эгоистично все-таки поступает но давайте я вам все это покажу потому что я я просто уже проработала весь материал да и у меня есть уже вы выводы я начинаю бежать впереди паровоза давайте просто пошагово ко всему это все разбирать значит восьмой момент который мы сейчас увидели у мамы более трезвый взгляд на вещи и на их отношения да вот это очень важно а теперь следующий фрагмент ну так как у нас девочка немножко она не любит чтобы не там такие тесные рамки скулывали видите она говорит о диане без вот этого идеализма который диана испытывает к маме да как-то более прозаично с иронией говорит то есть девочка у нас да с характерцем да то есть вот так вот со стёбом с небольшим презрение челюсть все выше то есть как то так ну видите как при этом она держит руку в руке отступает но здесь она иллюстраторы включила то есть о девочке она говорит как о девочке с характерцем и не и не с ангельским не в принципе это в семье тоже вот я сейчас спроси меня любом из моих детей я точно так же буду говорить да я знаю все их недостатки я надеюсь и поэтому я буду вот так с иронией говорить но отличается очень отличается от того как говорит диана о маме конечно ставил вопрос о том что надо ли это вот все таки там на 8 лет контракт заключается на еще маленькая мало ли что изменится и учиться на 2 день закончить видите когда она говорит о том что и учиться надо она расширяется то есть для нее это такой хороший железобетонный аргумент чтобы диана никуда не рыпалась да так и с радостью это говорит ее не заводит как бы другое да вот она понимает что с другой стороны это ее психология представьте психология сколько и 50 60 лет я не знаю но вот психология тетки 60 лет вот которая смотрит телевизор что она может вот у девчонки будущее впереди но у этой женщины да она прожила жизнь уважаемая женщина и все такое но у нее устарели взгляды понимаете она может быть хочет хорошего для своей дочери да она хочет всего самого лучшего она видит это так но получается что дочь просто с открытым ртом смотрит и впитывает абсолютно все что скажет мама и вот этот аргумент действительно был решающим что доченька посиди со мной рядышком лучше поучись зачем тебе это слава у хотя бы да потом она вот экстерном закончила 9 10 11 класс и детис поступила хотите чтобы она уехала не хочу я знаю что диана очень патриотично очень ну потому что здесь все ее близкие ну да это она патриотично ребят то что диана сейчас как бы с открытым ртом внимает всему что говорит мама но к сожалению вот ее патриотичность в принципе девочка хорошая но как вы понимаете это там все внушила мама поэтому вот эта вся патриотичность делим конечно же тут пока мама авторитет свет в оконце все и диана будет вот именно так мыслить да ну мамы четкие взгляды да это вот это публика которая там в поддержку там все такое да но я не хочу сегодня про политику говорить да но к сожалению к сожалению портится девчонка да ладно но сейчас она вам отдаст ее продюсеру да вот вот прям давайте смотреть вот кому-нибудь чтобы кто-то занимался например потому что это очень сложно вот с таким творческим ребенком на самом деле я думаю у нее все впереди еще только 20 лет день я была созреть до того когда придет человек какой-то определенный да там продюсер который захочет не заниматься натягивает очки поднимает челюсть отступать который мне понравится сказала ее тело то есть мы будем все выбирать сейчас сейчас она отдаст ее продюсеру а это обычно знаете вот такие вот мамы они как бы да иди иди пока пока уверена что никуда не уйдет а как только уходить начнет и там у продюсера начнем даже самый вообще если бог даже с неба спустится и придет скажет я буду продюсировать но они найдут и у него недостатки я уверена потому что ну естественно ладно я слишком много своего мнения поэтому я лучше помолчу да давайте еще смотреть за сигналами тела дианы потому что вот это опять оборона ногой в общем к чему вот эта вся политика приводит давайте смотреть очень бы хотелось конечно омолодить немножечко публику и привлечь и молодых зрителей вот и мы постепенно стараемся очень это делать когда-нибудь получится я точно знаю но надо получится когда мама перестанет всем рулить естественно это я вообще в шоке просто на данный момент видите вот и держит оборону ногой потому что бессознательно она в оборонительной позиции потому что она понимает что что-то происходит не так что-то не то происходит но она не хочет это думать зачем у нее есть мама мама обо всем думаю моя аудитория это люди 35 плюс вот как ты сама оцениваешь такой момент моей жизни конечно спорные потому что видите говорит и держит ногу в обороне сейчас речь идет о ее альбоме и альбом так себе честно говоря по сравнению с уровнем ее таланта это это должно быть что-то знаете вот мировой величины вот реально а там какие-то песенки просто на данный момент я не считаю что это круто ну мне кажется для человека который вот ничего не понимает музыки в принципе ну неплохо наверное с песни дудук началось мое уже творчество которое мне правда нравится наконец-то да в общем вот такая вот история очень обидно и сейчас получается в итоге в итоге в самом конце вообще любой человек который усиленно зарывает свой талант землю он найдет оправдание всегда даже если он там не так виноват там на самом деле рулит мама больше всего но мама тоже рулит не потому что она там злая или какая-то она рулит потому что она по-другому не знает понимаете а выйти за границы своего восприятия мама не пойдет а диана крепко держится за маму потому что если она ее отпустит она боится вернуться в прошлое понимаете там куча психологических проблем которые надо прорабатывать вот и все понимаете и учиться этому учиться сепарироваться от мамы ну и много-много всего делать но как всегда человек который предпочитает сидеть на попе ровно ничего не делать он найдет себе оправдание давайте послушаем для меня это цель стать суперзвездой но не сейчас не в 20 мне кажется рано потому что что делать дальше мне вот например у меня вопрос что сидеть в своем большом доме давать огромные концерты раз в год зарабатывать на них столько сколько ты можешь позволить себе там на всю жизнь или и и ну то есть для меня это как будто бы не интересно и может быть поэтому в какой-то в какой-то степени я и отказываю продюсером да нет не это не интересно не интересно другое не не интересно точнее страшно выйти из зоны комфорта до страшно потерять вот эту поддержку просто страшно вот и все надо называть вещи своими именами а что делать дальше да господи спросил любой мировой звезды как они живут вот звезды они зажигались по-разному там дикаприо совсем молодом возрасте совсем мальчишкой снимался да вот у него там ну вот все актеры которых мы знаем действительно известных они вот в детстве начинали сниматься и они не думали что дальше они просто жили там снимались что-то делали что-то творили да если речь о певцах то они всегда создают новые песни они всегда чем-то заняты да или там наслаждаются жизнью путешествовать да много чего дальше почему но у нее мышление вот этой вот 50-летней тетки которая ей навнушала кучу всего что дальше ничего нет давай сиди на попе ровно да и вот сидит она время проходит но понимаете вот всем кажется что жизнь бесконечна но на самом деле она заканчивается и вот у нее наоборот классно что в 20 лет перед ней все двери открыты постучись и тебе откроют да даже если ты их захлопнула перед этим ты постучись и тебе откроют но она думает что в жизнь бесконечная там к 40 годам может быть там не знаю стану известной достигнув всего чего надо ну то есть ей хочется 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 это пролонгировать видимо потому что маме не хочется ее отпускать и ей не хочется уходить от мамы она понимает она сама себя понимаете да так вот хорошо что у дикаприо были действительно нормальные адекватные родители которые понимали что чем раньше ты стартуешь тем большего достигнешь и в общем то здорово надеюсь все таки что диана с мамой я понимаю что может быть я была риска и где-то может быть даже оскорбительно но вот знаете меня честно говоря просто бомбит от того как она берет и зарывает свой талант в землю да вот они вдвоем берут и зарывают этот талантище вот меняет от этого бомбит честно говоря они не имеют право вот это делать правда вот честно говоря перед вселенной они не правы я так считаю это опять-таки мое мнение может быть и вы со мной не согласитесь и поспорите со мной в комментариях да кстати в комментариях напишите свое мнение потому что может быть я где-то меня занесло но все таки я бы пожелала маме и диане все таки делать какие-то шаги в сторону раскрутки и прекратить маме уже руководить вот этим всем да вот подключать диану чтобы диана начинала читать контракты начинала брать ответственность за себя за свою жизнь она уже взрослый человек но она дальше пойдет еще куда-нибудь учиться лишь бы только не заниматься делом но в общем такая история надо в общем на этом разбор невербалики заканчивается и буквально пару слов по натальной карте хочу сказать так по космограмме вернее потому что времени рождения мы не знаем посмотрите вот перед нами натальная космограмма так сейчас я подвину себя а то я все перегородила так вот сюда а и что мы здесь видим а вот смотрите вот это вот соединение это прям мощный признак ее таланта посмотрите меркурий это говорильные способности лилит это соблазнительность и кстати вот она говорила что а ей она заикалась вот это как раз может давать лилит соединение лилит и венера то есть вот это мощнейшее соединение когда вообще лилит соединен с меркурием человек обладает таким голосом он может говорить тихо но его все слышат причем это часто бывает через заикание может быть да вот вот когда лилит он сначала там чего-нибудь намутит такого до сначала там слишком сложностей создаст а потом когда человек преодолевает эти сложности вот тогда наступает счастье и здесь же венера вот это соединение она очень мощная вообще вот когда планеты в соединении это значит что они как бы не то что даже в одной комнате живут они в одной кровати спят и получается что в данном случае вот этот союз он просто узнать таким идет таким как сказать единым целым да вот и получается что дает нам талант а кроме того что еще дает ей ну такую вот харизму и так и такую силу ее голосу это плутон в соединении с марсом вот это вот секс секс стиль секс стиль и получается это у нас энергия большой объем энергии это дает смотрите с одной стороны голос венера это то что я хочу это то что я говорю интеллект и здесь соблазнительность да вот лилит это планета которая добавляет пикантности добавляет вот и чего-то такого неизведанного загадочного и соответственно вот это вот комбинация да и плюс мощнейшая энергетика и вот это все в комплексе действительно дает ее талант а дальше смотрите как много оппозиции и а и они довольно сложные но самое главное вот смотрите от венеры у нас идет оппозиция и квадраты венера это то что я хочу чего я хочу и везде вот получаются оппозиции да то есть она не знает чего хочет кроме того от марса идут тоже негативные оппозиции вот кроме с плутоном соединения да это вот прям мощная энергия а вот везде идет вот этот квадрат и квадрат в разные стороны и это тоже значит марс это как я двигаюсь как и достигают цели и здесь получается что вот это вот неуверенность и и это как раз от этих квадратов да то есть боится 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 всего и соответственно так получается оппозиции нептун юпитер так вот нептун юпитер вот эти вот красные линии они наиболее опасны но а вот самое опасное среди них нептун юпитер это идеализм и доверчивость вот понимаете что двигаться я не знаю как хочу не знаю чего а здесь у нас доверчивость вот она та комбинация где не будет мамы будет друг другой кто-то кого кому она доверится и вот так вот положиться вся полностью до оппозиция значит получается с луной здесь под вопросом поэтому я не знаю во сколько она родилась а луна она проходит много градусов за сутки поэтому здесь вот эта оппозиция может ее и нет но если она есть то значит плутон это энергия и луна это мама получается вот это вот хотя может быть и есть потому что Оппозиция Плутон-Луна, возможно, сексуальное и эмоциональное насилие в детстве, но секстиль Плутон с Марсом как бы все исправляет, да, но, в общем, не знаю, тут как бы под вопросом, да, но вот это вот ее ненависть к маме, ну, опять-таки, это внушенная, там много чего навнушали. И вот эта оппозиция тоже под вопросом, так как мы не знаем времени рождения, поэтому не будем на нее опираться, опять-таки, поэтому будем считать, что только одна оппозиция у нее есть, и вот этот идеализм, вот это вот розовые очки, кто мне сказал, что так правильно, я так и буду действовать, вот и все. Вот, пожалуйста, мы получаем человека, который, ну, к сожалению, предпочитает жить в своем вот таком вот мире и не думать о своем будущем. Жалко, жалко, конечно, я разочарована, честно скажу, разочарована. Нет, в целом девочка очень светлая, хорошая и талантливая, просто потрясающая, но вот эти нагромождения установок, которые ей навнушала мама, это просто атас, но и с другой стороны, не было бы мамы, кто-то другой бы ей внушал, она очень склонна к этому, поэтому, ну, не знаю, как тут лучше, но, может быть, здесь маме проявить какую-то мудрость и постараться как-то свои границы расширить. Хотя у мамы тоже там свои тараканы в голове, свои установки, свои идеологии и прочее, прочее. Поэтому девчонка мечется, не знает, с какой стороны вообще, что делать, и поэтому вот такая вот неразбериха, и поэтому мы с вами не наслаждаемся новыми песнями Дианы, мы не наслаждаемся ее творчеством, к сожалению, страдаем мы, в общем, в итоге. Да, ну, надеюсь, что девочки как-то придут к какому-то компромиссу, найдут себе хорошего продюсера, и все у них будет хорошо, а мы с вами дождемся новых песен от Дианы, причем классных песен я хочу, не вот этих патриотических, которые она пытается, блин, там, изображать, а что-нибудь действительно душевного. Да, в общем, вот такое у меня сегодня мнение. Напишите комментарии, пожалуйста, и ваше мнение, вот что вы думаете, слишком ли я резко сегодня разобрала? Да, слишком ли я включила шапокляк, не знаю, но, в общем, напишите свое мнение, не забывайте поставить лайк или дизлайк этому видео, подписаться на канал, если вы впервые на моем канале, у меня много интересных разборов, мы изучаем невербалику, спасение утопающих дело рук самих утопающих, поэтому читайте людей между строк, и будет вам счастье. Вот на этом я завершаю свой разбор, люблю вас всех очень сильно, пока-пока!